МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну а теперь во всем подробнее. Сегодня губернатор Олег Ковалев встретился с руководителями и редакторами региональных средств массовой информации. В ходе беседы глава региона ответил на вопросы о кадровых перестановках в правительстве. Подробности брифинга у Оксаны Тебенихиной. Отвечая на вопросы журналистов, губернатор сообщил, что первым заместителем председателя правительства области, курирующим финансово-экономический комплекс станет зампред правительства области, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрий Андреев. Ну, во-первых, он имеет экономическое образование, закончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и права, кандидат экономических наук. Он проработал два года с небольшим в качестве министра, а потом зампреда правительства, тире министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. Достаточно эффективным проявил себя управленцем. Глава региона проинформировал руководителей СМИ о новом министре экономического развития и торговли области. На этот пост назначена Светлана Горячкина, ранее исполнявшая обязанности главы администрации Рязани. Восемь лет она работает в команде нашей, проявила себя в достаточной степени эффективной. Она, вот если говорить конкретно, характеризовать ее как человека, то она в каком-то плане даже несколько вот такая дотошная, неистовая. Она добирается до вещей, она даже с уровня замглавы администрации позволяла себе вести достаточно свободно себя, особенно в дискуссиях по каким-то вопросам экономических, связанных с городом и так далее. То есть имеет свое мнение, и это очень важно, потому что нам нужны там не рядовые исполнители, там должен человек, который должен модерировать то, что будет улучшать в целом экономическую ситуацию. По словам губернатора, самое большое количество кандидатур рассматривалось при выборе главы регионального Минздрава. В итоге Министерство здравоохранения возглавит Андрей Прилуцкий, главный врач туберкулезного диспансера. Губернатор охарактеризовал Андрея Прилуцкого как опытного человека, оплодающего хорошими организаторскими способностями Рязанская область. По организации помощи больным туберкулезом одна из лучших в Российской Федерации. Я должен сказать, что система, вертикальная система лечения больных туберкулезом у нас одна из лучших в Российской Федерации. Это не мои заключения, это заключение Большого Минздрава. И он сумел эту систему выстроить, несмотря на то, что сами организационные формы у нас оставались прежними. И это в пользу него говорит специалист, понимающий еще и не только вопросы лечения конкретных каких-то болезней, но и вопросы организации системы здравоохранения. И на это сегодня будет очень большой упор. Руководители СМИ интересовало вопросы о том, кто возглавит Министерство образования региона. На эту должность назначена Ольга Щетинкина. Губернатор прокомментировал назначение исполняющего обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей. Им стал Виталий Ларин. Его выдвинули несколько общественных бизнес-организаций. Однако федеральный уполномоченный не согласился с его кандидатурой. Основанием для отказа указывалось отсутствие необходимого предпринимательского опыта. Однако Олег Ковалев, сославшись на указ президента, сообщил, что до 1 января 2015 года он должен назначить исполняющего обязанности уполномоченного. Виталия Ларина хорошо воспринимают в Рязанском бизнес-сообществе. По словам губернатора, нет сомнений, что он будет активно работать со всеми общественными организациями. По указу президента я должен назначить бизнес-обудсмена до 1 января 2015 года. Мы долго вели дискуссии, но дальше уже я не мог терпеть, поэтому я должен выполнять указ, и поэтому он был назначен исполняющим обязанности. О чем я немедленно уведомил федерального бизнес-обудсмена, что он назначен исполняющим обязанности. Но дальше будем работать в этом плане. В ходе встреч губернатору был задан вопрос о задачах, стоящих перед новым главой администрации Рязани. Также губернатор озвучил основные задачи на 2015 год. Глава региона акцентировал внимание на необходимости максимально эффективно работать с бюджетными средствами. При этом исполнение майских указов президента Российской Федерации было и остается приоритетным. Государственная программа «Материнский капитал», нацеленная на повышение рождаемости, продлится до 31 декабря 2016 года. Возможность дальнейшего продолжения сроков действия этой госпрограммы, которая, надо отметить, показала себя весьма неплохо, сейчас обсуждается в правительстве России и Госдуме. Ну а пока же специалисты Пенсионного фонда сообщают об увеличении суммы выплат семейного капитала. Сумма «Материнского капитала» в 2015 году составит 453 тысячи рублей. Это на 5,5% больше, чем в году текущем и почти в два раза больше, чем 8 лет назад, когда программу только ввели. Размер «Материнского капитала» подлежит ежегодной индексации в сумме не меньшего уровня инфляции и определяется федеральным законом в федеральном бюджете на будущий год и на соответствующий плановый период. На данный момент владельцами государственных сертификатов на «Материнский капитал» в нашем регионе являются почти 36 тысяч семей. Треть из них направила средства на улучшение жилищных условий. Более тысячи семей определили «Маткапитал» как трамплин для будущего образования детей и лишь пять заявлений было подано в Пенсионный фонд на формирование будущих пенсий мам. Граждане, которые уже распорядились частью «Материнского капитала», смогут рассчитывать на сумму, на остаток суммы, который будет проиндексирован в пропорциональном соотношении, то есть на 5,5%. С введением материнского капитала количество рождаемых вторых и последующих детишек только в нашем регионе увеличилось почти на 15%. Связаны ли два этих события между собой – большой вопрос. И все же демографическая ситуация в стране улучшилась после практически бездетных 90-х. И это факт. Рязанские полицейские продолжают профилактические мероприятия, направленные на снижение уровня уличной преступности. Так, в московском районе они задержали грабителя, которого уже успели окрестить утренним. Почему преступник получил такое прозвище, расскажет Михаил Шибанков. Рязанские оперативники уголовного розыска задержали злоумышленника, который подозревается в сериях ограблений. В полицию за короткий срок поступило несколько заявлений от горожан об ограблениях. Совершены они были в одном и том же квартале на окраине московского района. Полицейские предположили, что к ним причастен один и тот же человек. Все эпизоды из серии вырывания женских сумок из рук растерявшихся горожанок совершены утром и по одной и той же схеме. Наверное, злоумышленник рассчитывал на рассеянное и расслабленное состояние утренних прохожих. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции номер 4 по обслуживанию московского района города Рязани был задержан гражданин, причастный к совершению 5 преступных эпизодов на территории московского района, а именно преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данный гражданин в настоящее время задержан в порядке предусмотренного статьей 91 и статьей 92 Уголовно-процессуального кодекса. Проводятся следственные действия. С каждым фактом преступной деятельности утреннего налетчика полицейские собирали все новые и новые сведения о подозреваемом. Вскоре у сотрудники уголовного розыска сумели установить личность злоумышленника и задержать подозреваемого. Им оказался 20-летний житель Рыбновского района, и, как ни странно, проживал он в том же районе, где и совершал свои грабежи. Рязанские дорожные полицейские в очередной раз провели рейд по пьяным водителям, ведь статистика неумолима. Число аварий по вине нетрезвых автомобилистов в нынешнем году выросло. И также инспекторы ГИБДД сообщают подробности страшного и, к сожалению, смертельного ДТП на трассе Москва-Челябинск, произошедшей в Шиловском районе. Трагедия произошла из-за грубого нарушения правил безопасности дорожного движения. Количество аварий в нашем регионе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось. Об этом сообщает пресс-служба областного управления госавтоинспекции. Утром понедельника на трассе Москва-Челябинск произошла еще одна трагедия. Водитель автомобиля УАЗ «Патриот», поворачивая в сторону рабочего поселка Шилово, не уступил дорогу ладе 12-й модели. Водитель УАЗа поворачивал в сторону районного поселка Шилово и не предоставил преимущества в движении автомобилю УАЗ-2112, который двигался во встречном направлении. Водитель автомобиля УАЗ-2112 скончался на месте происшествия. Его супруга получила травму. Вечером того же дня в Ряжском районе столкнулись УАЗ-2110 и Деонексия. Виновником аварии стал пьяный водитель десятки. В результате ДТП пострадали шесть человек. В целях предотвращения подобного рода происшествий сотрудники ГИБДД на регулярной основе проводят рейды по выявлению нетрезвых автолюбителей. Такие рейды были проведены и в минувшие выходные. За три вечера в области было выявлено 57 нетрезвых водителей. С начала текущего года рязанскими инспекторами выявлено более 5,5 тысяч нетрезвых водителей. Еще около 500 человек отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В настоящее время на территории области по вине нетрезвых водителей погибло 34 и получили травмы более 350 человек. Это несколько больше, чем в прошлом году. Поэтому этой проблеме госавтоинспекция области уделяет особое значение. Водитель, садясь за руль в нетрезвом состоянии, уже совершает преступление. Печальная статистика является тому подтверждением. И с годами количество данного рода нарушений не сокращается. К сожалению, русский человек на чужих ошибках учиться не хочет. Ну а теперь о вещах более жизнеутверждающих. Стало известно, что вскоре будет запущено вещание второго мультиплекса. Работники Рязанской телебашни уже в среду будут монтировать необходимую для трансляции цифрового сигнала аппаратуру. По этой причине в среду днем не будут работать телевизоры и радиоприемники. Однако, возможно, уже к Новому году, по крайней мере, на это надеются работники Рязанского радиотелевизионного передающего центра, начнет работать цифровое вещание второго мультиплекса. 25 декабря в Рязани с 9 до 16 часов будет приостановлена трансляция центральных телеканалов первого мультиплекса. Такое решение связано с необходимостью монтажа оборудования для вещания канала второго мультиплекса. Сейчас как раз в Рязани заканчивается монтаж оборудования для вещания второго мультиплекса. И технические решения там такие, что используется одна и та же антенна для трансляции первого и второго мультиплекса. Для того, чтобы второй мультиплекс можно было подключить к антенне, потребовалась остановка передачи к первому мультиплекса. Значит, 25 числа с 9 до 16 часов у нас будет этот перерыв, и мы ожидаем, что мы завершим вот это подключение, которое требует остановки. Остальная работа будет вестись уже без перерывов, и мы рассчитываем, что перед Новым годом в последние числа второй мультиплекс в Рязани начнет работать. Цифровое телевидение смотрит не только Рязань, но и область. Сейчас практически все телевышки для приема и передачи сигнала транслируют цифровое телевидение первого мультиплекса. Монтаж оборудования для второго мультиплекса идет полным ходом. Однако владельцы каналов пока не готовы включать сигнал на тех территориях, где население менее 50 тысяч человек. Что касается области, здесь как бы две можно составляющие разделить. Первое, что касается монтажа самого оборудования, этот процесс сейчас идет, и на конец этой недели у нас будет готово 8 объектов. А что касается их работа в эфир, трансляция второго мультиплекса, то это решение принимает компания, вошедшая во второй мультиплекс. И пока решение такое, что передачки начинают работать только в населенных пунктах, где население более 50 тысяч человек. У нас в области такой пункт один, это город Рязань, поэтому Рязань начнет сразу работать. Остальные объекты будут ожидать, когда будет решение о начале работы. Напомним, что в Рязани уже запущен первый пакет федеральных бесплатных каналов в начале этого года. Во второй же пакет входят телеканал РЕН, Православный Спас, развлекательный телеканал СТС, Домашний, ТВ-3, Звезда, спортивный телеканал Спорт Плюс, информационно-развлекательный телеканал Мир, ТНТ и Муз-ТВ. В общем, в новом году рязанцы смогут смотреть еще больше телеканалов. Впрочем, если у вас дома подключен кабельное или спутниковое телевидение, то отключение телеканалов вас не затронет. Немного подождать и сделать перерыв в телесмотрении предстоит хозяевам обычных комнатных антенн. Это был завершающий информационный выпуск видеоматериал. Далее в эфире программа подробности. Гостем программы подробности стала министр труда и занятости населения Рязанской области Юлия Рокотянская. Речь в беседе пойдет о том, насколько возможно сейчас трудуют строиться разным категориям горожан. А на сегодня это все. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин